Так, добрый день, кто слышит меня? Господа, отпишите в чат, если слышно. Раз, раз. Да, благодарю. Круто. Так, что вы написали, Стрижов? Давайте расшифровывать ваши письмена. Но... Норм. Хорошо, норм. Отлично, я скоро уже буду прям нормально читать, когда вы пишете. Скоро буквы запомним. Хорошо. Я думаю, что мы подождем еще минутку, две. Пока придут, наверное, остальные есть, кто будет. Ну, не будет, значит, начнем. Пока я могу ответить на какие-то вопросы, давайте возьмем, вот сейчас 16.00, до 16.05 я готов отвечать на вопросы. Но желательно, чтобы это были вопросы, связанные с торговлей напрямую, или с платформой напрямую, а не по сервису. По сервису все-таки буду отсылать вас в тикет, наверное. Из чата сделки можно... Так, из чата сделки можно заключить. Из чата сделки можно заключить. Я теряюсь иногда, когда вы пишете. Расшифруйте для меня, пожалуйста. Ну, пока Стрижов печатает. Называйте тикеты, ой, тикеры акции, и давайте попробуем, посмотрим, что там происходит. Может, обсудим что-то. А, вот, идею сделал, чтобы сделки видно было. Идею сделал, чтобы сделки видно было. Так. А, вы разместили идею на нашем сервисе. Отлично, давайте посмотрим. Так, какой у вас ник? Катер. Катер. Катерпиллер, вы, наверное, имеете в виду. Так он через C пишется, Виктор. Сейчас будем смотреть. Идер гайд, это замстил. Да, есть. Ну, как бы как. Нет, пока нет. Они не разместили идею. Окей, ну. Тогда я не понимаю, к чему ваш вопрос был. Ну, пишите. Так. Как пользоваться Амстовом? Ну, Дмитрий на русском есть. Может, на русском написать. Ахазов, Дмитрий. Что вы имели в виду? Еще раз уточните. Я с удовольствием вам отвечу. Так, я думал, сделку заключу в терминале. Она выводит все идеи. Нет. Ну, я сначала пишу идею. Потом сразу же, часто даже на премаркете захожу в стак. Ну, примерно, примерно, там, плюс-минус, там, процент два, обычно, там, полпроцента, обычно так у меня цены. Ну, опять же, сегодня я размещусь в 15.30. Увидите мои сделки для сегодня, которые я буду делать после вебинара. Так. Так, где есть руководство Амстова? Я понял. Хорошо. Сейчас, есть на нашем канале, сейчас я найду его, ссылочку. Я записывал, и сейчас вам его, сейчас канал, сейчас посмотрим. Так, сейчас я вам скину ссылку прямо сюда, в чат. Там есть видео по платформе, я его записал. Как открыть, как закрыть, плюс там видео с прошлых вебинаров. Мой ник, так, ваш ник, мой ник Roboforex Research на нашем сервисе идей. Так, Алхаза Дмитрий, вот. НКЕ, Nike, да, вот, собственно, Nike. Так, отлично, мы начинаем про идеи говорить. Виктор, по поводу Каттера я понял, Каттер мы посмотрим. Только не Каттер пишется через Сик, это Пинтер, если я правильно вас понял. Но сначала давайте с Nike начнем. Собственно, в Nike я в лонгах, больших, цены 54.50, где-то, если я не ошибаюсь, еще с понедельника. Собственно, стоп у меня чуть выше 52, и сегодня я буду, там, в середине дня еще докупать. Может, с вами что-нибудь куплю на этом аккаунте. По мне, так, Nike это явный лонг. Да, как бы, вот. Собственно говоря, ну, отсюда его покупают. Да, есть какой-то даунтренд, в общем-то, но, на мой взгляд, он пойдет выше. Так, Дмитрий, пожалуйста. С удовольствием отвечу на все вообще вопросы. У нас есть форум с разбором идей. Есть вопросы по платформе. Вот, прямо вверх форума посмотрите, там разные вкладки есть. В принципе, я на нем пишу, всем отвечаю, обычно сразу же. Так, золото шортить можно в этом терминале? Золото можно, GFD называется. Но я не советую, он дорогой и некрасивый. Я люблю, да можно и лонгу, кстати. Я люблю ETF-ку на золотодобытчиков. Это NUGT, я в лонгах по ним вот 17.90. У меня цена, вот, можно даже посмотреть, что-то я покрыл, что-то нет. Там, на основном аккаунте у меня тоже. Есть еще GLD. Это не на goldminers, это ETF-ка на золото. Вот, собственно говоря, да, пожалуйста, можно шортить. Сегодня он откроется около 125.60. Можно шортить. Валютные пары. Ну, не валютные пары, у нас есть ETF на валюты. Только зачем? Зачем? Зачем это делать? Посмотрите, посмотрите, как торгуется тот же индекс доллара. Посмотрите, как, ну, он не ходит. Он тонкий, ну, то есть, не ликвидный. Зачем это делать? Торгуйте валютные пары на Форексе. Приходите на фонду торговать акции или максимум ETF-ки. На какие, ну, все. Не надо торговать валютные пары на Америке. Мне кажется, что это странно. Торгуйте рынок на... То же самое, когда мне приходят и говорят, можно ли торговать русскую ETF-ку. Да можно, конечно. ETF-ку на русской компании торговать у нас можно, только зачем. Откройтесь на русском рынке, торгуйте. Так, GWPH. GWPH. Давайте смотреть. GWPH. Pharmaceuticals, да? Pharma. Так, ну, GWPH, если не ошибаюсь, был вопрос на прошлом вебинаре. Я считаю, что отсюда шорт. Но, опять же, ну, я не знаю всего фундаментала. Давайте посмотрим, оставим его на листе. Посмотрим, как он сегодня будет себя вести. Но, опять же, шортить вот это нельзя. Я не торгую букву G и букву L. G русскую, L английскую, да? То есть, когда стак после G пойдет и становится вот так, я не торгую ни вверх, ни вниз. А как CFD? Так, секундочку. Так, да, 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 Стрижов. Мел в лонг огонь. Мы это обсуждали. Так, Аухазов Дмитрий. А как CFD? Да, для наших клиентов, для вас это контракты на разницу, CFD. Но, мы, во-первых, даем их по рыночным, мы даем рыночные котировки, да, без всяких маркапов. То есть, то, что есть в рынке сейчас, то мы и даем. Мы, в свою очередь, перекрываем полностью вашу позицию реальными акциями. Более того, платим вам эквиваленты дивидендов. Да, спасибо, Кирилл, большое. Да. Кирилл будет отвечать на какие-то вопросы именно по сервису. Кстати, Дмитрий Алхазов, по-моему, я вас уже видел в нашем вебинаре. Да, я очень рад, что вы снова пришли, если не ошибаюсь. Так, какие еще вопросы? Меох мы обсудили. Вот, собственно, есть он. Хорошая среднесрочная идея. PCRX, PCRX, опять фарма. Ну, у нас как бы сегодня будет фарма-фарма, видимо. PCRX. PCRX, хорошо. Ну, он подупал так, и, честно говоря, я все-таки ждал, что он вернется, но возвращаться он не очень хочет. Я буду ждать какого-то рейнджа здесь, да, и после этого как-то буду смотреть, где я его буду брать. Я не советую сейчас торговать PCRX в ту или иную сторону. В ту или иную сторону, вот именно сейчас. Есть достаточно много других акций, которые можно торговать. Хорошо. Так, что еще посмотрим? А, кстати, я узнал по поводу Кайта и Блюя. У нас сегодня с Рисичей есть две бумажки, тоже биотехи. Это Кайт, да, очень красиво продававшийся, да. Давайте покажу вам его делик. Собственно, неплохой вроде новостью он начал лететь вниз. И то же самое примерно показывает Блюя. Они занимаются разработкой лекарства от рака. У Кайта называется это лекарство KTE-C19, а он сейчас на второй фазе испытаний. И пока что они, видимо, фазы не проходят, потому что ремиссии по больным, по одной из групп больных, порядка 40%, то есть порядка 40% больных, которые подверглись испытаниям этого лекарства, у них наблюдается ремиссия, то есть возвращение болезни, поэтому он будет лекарство дорабатывать. Но, что касается такой разновидности рака, как лимфома, там чуть лучше все, но все равно пока что KTE-C19 лекарство, оно не доработано, следующая фаза будет, ну, как бы, видимо, не скоро, поэтому, как бы, среднесрочно брать Блюя или Кайт в шарты я бы не стал, но пошартить его на одну-две сессии с аккуратными стопами, а лучше вообще даже, там, если вы хотите интродэй, пошартить Кайт или Блюя интродэй, это неплохо. Только помните, что Блюя, по-моему, спред побольше. А давайте посмотрим ATNX, тоже биотех. Да, Кирилл, собственно, да, я не против биотеха посмотреть ATHX. Вчера очень интересный момент по биотехам. Есть такая... Сейчас. ATHX. Окей. С биотехами история следующая. Есть основные новости, фундаментальные по биотехам. Первая новость – это прохождение или не прохождение первой фазы испытаний. Вторая новость – прохождение или не прохождение второй фазы испытаний. Третья новость – прохождение или не прохождение третьей фазы испытаний. И, что самое интересное, потом одобрение или неодобрение в ДА. Многие инвесторы накапливают свои позиции перед публикацией той или иной фазы испытаний. Как только, вот, например, по прошлым фазам, да, как только он выстреливает вверх, они кроют свою позицию, забирая профит, кроя позицию, забирая профит, вчера им одобривали, да, лекарства, если я все правильно помню, и, собственно говоря, Старк гэпнул вверх, там, с 2 долларов до 2.30, а это немало на самом деле, да, и, собственно говоря, потом целый день он трендился вниз, и я думаю, что сегодня будет так же кто-то еще будет крыть свои позиции, обычно биотехи закрывают гэпы, проверить или не проверить на истории можно будет, но, как бы, смотрите, смотрите за новостями по биотехам, очень круто, спред норм, да, 3 цента спред всего лишь, очень круто, вчера можно было сделать порядка 20 центов, в статике, который стоит 2 бакса, я считаю, что это просто подарок, один из лучших, наверное, которые могут пройти. IDT, давайте смотреть IDT, IDT, IDT корп, да, ну, интересно, наверное, давайте посмотрим, что это, я запамятовал, либо даже не знаю, что вряд ли, конечно, IDT, IDT корп, чем они занимаются, технология, сектор, красиво, красиво, Маленький шорт флоу, а мы, по-моему, обсуждали его как-то с вами, у меня он даже, наверное, записан где-то, нет, нету, нету IDT, странно, IDT Ну, мне кажется, он подрастянут немножко, но все равно есть, не знаю, давайте посмотрим пятерку, не очень ликвидный, тяжело трейдить будет, давайте посмотрим часовик, на средний срок, да, интересно, так, Ну, мув на средних объемах, к уровню отход, снова, ну, вообще, трейдится неплохо, трейдится неплохо, но пока что, мне кажется, что, ну, картинка немножко не моя по дейли, вот, честно вам скажу, Я бы подождал, наверное, как-то вот еще какого-то более вменяемого движения после какого-то спайка, наверное, валюм спайка, то есть дня, когда будет повышенный объем на дейлике, хотя вот он здесь, да Но мне не нравится то, что он от этого уровня дальше не прошел, вот, по идее, неплохо, если бы эта картина была нарисована в диапазоне 16-19, даже 16-18, как-то аккуратно, и потом бы он пошел, не знаю Ну, на мой взгляд, это, конечно, лонг, но подрастянут, подрастянут этот рейндж, я бы не трейдил Николай, ответил? Так, острижав шорты, почему шорты? Ну-ка, мне кажется, что это лонг, но не буду с вами спорить, потому что это мое сугубо личное мнение, да Окей Так Buy hold Кстати у него downgrade От какого-то банка непонятного за июль Да нет там ничего Отчет был 28 сентября Вчера, да И ничего не произошло Только Не знаю Да long Наверное все-таки Наверное все-таки long Посмотрим Short потом уровень long Ну может быть Сами научили Нет я могу сказать Я вас не учу Я вам рассказываю то как я вижу Вы сами себя учите Или не учите Сами вырабатываете Своей торговли Можете просто посмотреть на какие-то ошибки Или наоборот на сильные стороны У меня И как-то выработать свой стиль В любом случае повторить за мной Ну вы Там вы денег не заработаете Может быть где-то как-то Но Пока вы Пока у вас не Ну пока вы не начнете сами Строить свои гипотезы По поводу рынка И по поводу стаков Зарабатывать деньги Будет крайне сложно Но Другое дело Что Можно перенять Какую-то часть опыта И не совершать Каких-то ошибок Да И там Посмотреть на рынок Как-то правильно Мне не нравится Мне Это не совсем Моя ситуация Наверное сейчас Да Может быть Если бы он пошел Сразу же На отчете Может быть Это было мне Понятнее Но сейчас Пока что Ну пока Это не совсем Моя ситуация Не знаю Что-то меня смущает В EDT И в шарте И в ланге Ну хотя Там На день На два Там Может быть И можно потрогать Потрогать его Окей У нас 13 минут До рынка Можно посмотреть Что у нас там С новостями вышло Так 1.4 Выше Консенсус 2.3 Вровень И нишу Клеймс Почти Инлайн Даже чуть ниже Но Суть не очень хорошо Сильно Низко Ну нормально Ладно Хорошо Консенсус Инлайн Чуть ниже Это вообще Неинтересно Вот Пендинг Хоум Сейлз 10 утра Обязательно Напомните мне То есть Через час Если мы еще Будем А мы будем Еще в рынке Я думаю На трансляции С вами посмотрим По хоумбилдерам Как они отреагируют Окей Что думаете По поводу золота Шорт Да Все-таки Кто там торгует Золото У кого есть свое Собственное мнение По этому поводу Шорт На форекс Стоит на месте У меня шорт Скоро вверх Я просто Само золото Даже Тевку Не трогаю Но Голдмайнеры Вчера Очень круто Сходили вверх И опять же Вот здесь Около 19 Было бы Неплохо Закупиться Потому что Те модели Которые Я трейдую На дневном графике Они в принципе Работают На хорошем Когда большой объем Особенно на Тевках Внутри дня И на мой взгляд Вот есть рейндж На пару-тройку дней Есть выход На ровных объемах И по идее Вот сегодня Хорошо было бы Защитить позицию И выйти там К уровню 22 По голдмайнерам Да Но Они не сделают Этого Если этого Не сделают Золото Посмотрим Я потрейдовал С 28 Так Давай Посмотрим Хорошо Зацепил В коридоре Ипм табак Окей Давайте Посмотрим Момо 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 Красота какая Просто красота Давайте только 4-х часовой поставим Мне кажется Проще будет Смотрите Что же мы с ним делали Я уж не помню Кирилл Напомни мне Мы же Момо Торговали Если не ошибаюсь Ну ладно Хорошо Так Собственно говоря Тоже вот Коридор Я думаю Что Момо А да Мы же его шортили Вот отсюда Все Вспомнил Момо У нас был шорт И мы более того Высидели Как-то его даже И Прям Нормально По-моему Даже вот Здесь была трансляция Я говорил о том Что будем ждать его 20-20 21 Дождались Тогда На мой взгляд Это шорт Момо Давайте посмотрим Изменения Какие-то Может произошли Так Так У нас Небольшое присутствие Большой шорт Давайте шортить Момо Благодарю Кириллу Так Стак 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 на лист Почему нет Почему нет Стак на лист Окей Вот Так Продавали Да 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 Я идти Смотреть буду IDT Давайте Вместе Его смотреть Тогда Окей Я не против Хомбилдера Окей Давайте поставим Даже повыше Так НьюGT Надо выставиться Будет Сейчас Возьму Еще Nike Пятерку Ставим CRM Пускай будет Long А вот здесь Поставим IDT Если вы хотите Давайте вместе За ним Посмотрим Только Будьте аккуратны Объемов Не очень много Ну и опять же Не знаю Мне тяжело Сказать Найк Вялый Так это Доу Джонс Компонент Доу Джонс Вялый В принципе Ну и Найк Вялый Это такое Хорошее Вложение Возьмите С меньшим Плечом Один к одному Возьмите его На собственные Средства Немножко И через Три месяца Откройте И посмотрите Насколько он вял На мой взгляд Это круто Так что у нас Еще есть HW Smith & Wesson Corporation Smith & Wesson Беда Проиграли Тендеры Падать не хотят Посмотрим Все С H H H H Так Smith & Wesson Да на мой взгляд Шорты Это конечно И мы стоим В них Но вот Где Откуда Это Может быть Просто рано Зашортили Немножко Бывает Так Посмотрим Так Катер Да Катерпиллер Точно Да Да Стрел Так Кат Думаю На нефтянках Можно на распродаже Смотреть Сегодня Брать То есть Вы имеете ввиду На даунтиках Да Там На таймфрейме Минут 15-30 Можно было бы Зацепить его В ланги Я согласен Скорее Скорее Согласен С вами Так Это пиллер Ну у меня СРМ Как бы Из того же сектора Он мне поинтереснее Чем катер Но катер крутой Смотрится хуже рынка Неплохо идет Опять же Да Ну вот Найдите Немножко Окей Хорошо Давайте смотреть Как бы Катер это лонг Более того У нас по-моему Даже есть в позициях Ну Смотрим Что Выходить из катера Не имеет смысла Это Долл Джонс Компонент И я считаю Что он пойдет Выше Вот сюда Но просто Он не совсем Даст для интродэй Торговли Хотя бывают Хорошие Как вчера Варианты Вот здесь Очень хорошее место Было В принципе Два поинта Он дал Может сегодня даст Но опять же Будьте аккуратными Да Вот здесь Он тоже Что-то давал Днем Прошел Окей Так Стрижок Так это я С вами согласился Я просто Перефразировал То что вы написали Окей Как хорошо Что мы согласны С вами Друг с другом Так У кого еще Какие стаки есть Давайте обсудим У нас еще есть 6 минут PM Да Филипп Моррис Точно Благодарю Кирилл Мы вам посмотрели Филипп Моррис Нет Вот Да Вот Вот интересный момент Так Делик Я думаю Что это Лонг Ну вот На мой взгляд Как бы Такой Хороший Хороший Лонг Хорошая Индустрия Дарит Людям Радость Курения Табака Да Рай МО Подписывайтесь Хорошо Я подпишусь И буду смотреть Ваш ник Какой Стрижов Так PM Ну смотрите PM Опять же Вот Как бы Какой-то Ренж Там Выход Там На общем рынке Да Вверх Снова Ренж Там 14-й год Там До 15-го Целый год Как и весь рынок Вверх Чуть лучше рынка Я думаю Что это будет Защита позиции Выход вверх И Очень неплохой вариант Давайте даже Прям Я думаю Что Можно его Вайнхолд Добавить Взять позицию По нему Очень хорошее Место сейчас Опять же На 5-ти минутки Тоже есть Есть такой Очень важный Уровень Которого стоит Покупать Более того Я бы здесь Даже не продавал По 102 Так Кайт Кайт мы разобрали Так Ну вот Так Сантьяго На латыни Хорошо Я подпишусь Обязательно Так 3DD В долгострок Да Но собственно 3DD у нас есть В идеях Это одна из лучших Вместе с CLVS И GPRO Так Где там Он у нас 3D 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 Принтер Это же вообще Прям Самый Самый Великолепный Вообще Лонг На свете К сожалению Никто из наших Клиентов Толком Не Захотел Поучаствовать В этом Но это у нас Достаточно Старая идея Это 3 августа Когда он еще Стоял внизу По 20-16 По-моему У нас цена 20-20 И вот Собственно Говоря Я думаю Что он пойдет Ближе к 40 Сейчас он Приносит Там Порядка 180 Рови Просто Тут так Не видно Ну вот Отсюда Вот Как-то так Вот И дальше Да GPRO Интересный Кстати Вот GoPro Давайте посмотрим GoPro Средний срок GPRO Большая Компания Очень красиво Смотрится Опять же Смотрите Дейлик У нас он тоже В идеях Это вот Отсюда По-моему Где-то Очень круто С нормальным Стопом Небольшую Позицию На средний срок Даже 100 долларов Вложив Можно получить Деньги Я считаю Что это будет Разворот А не Банкротство Компании Поэтому Ну Ждем Ждем Новых Хаев Понятное дело Что в Китае Сейчас Есть В 10 раз Дешевле Куча продукции Подобных GoPro Но Все-таки Вы берете Китайскую камеру Или даже Камеру от Sony Берете GoPro В руку И понимаете Что GoPro Это продукт Это прям Качество Прямо Очень удобно И пользоваться А Все остальное Это лишь подобие Да За это платят Деньги Посмотрите На Apple Так Кайт Давайте вернемся К Киту Еще раз Я еще раз Расскажу Если вы Не Так Николай С Китом Следующая история Я про Кайт Рассказал Про фундаментал В начале Этого вебинара О том Что Кайт Это биотех Разрабатывающий Лекарства От рака Причем Прям Иммуностимулятор Иммуностимулирующий Лекарства От рака Но Сейчас прошла Вторая фаза И вторая фаза Показала Что по одному Из видов Болезни 40% Ремиссии То есть 40% Пациентов К ним Возвращается После Терапии Лекарством КТЕ От С19 Возвращается Болезни Все-таки Не очень хороший результат 40% Не очень хорошо И более того Но 60% Все-таки Пока Ремиссии Не было Поэтому Здесь сюда Сюда побились Если нам дадут 57% Сегодня продать Это будет Великолепный вариант Прямо То же самое С Bluey Тоже Те же исследования В том же направлении Примерно Теми же иммуностимуляторами Тоже Как бы Вот Ну Bluey Просто Ситуация Немножко Другая Но Вот Здесь Я считаю Шарты Неплохие Так Кирилл Кстати Открой Ддд На Вик Стак Крепкий Он Сейчас Очень Хорош Покупка На Долгосрок Да Давайте Посмотрим Так Ддд 3д Принтеры Да Кстати Новый Виток В 3д Печати Я Прямо Думаю Что Он Будет Почитайте Новости Очень Круто Ну Посмотрите Пузырь Лопнул Окей Хорошо Теперь Так Будет Торговаться Осознаннее Инвесторы Пришли Кстати Давайте Посмотрим Ддд Там Большое Присутствие Институционалов Если Не Ошибаюсь Был 51% Уже Снова Да Там Многие В шортах Но Опять Ж Смотрите Любая Хорошая Новость По Ддд Любая Хорошая Новость Вот Здесь А Вероятнее Всего Шарты Сосредоточены Ну Не Очень Высоко Потому Что Тех Шартили Повыше Они Уже Там Покрылись И Сейчас Вот Эти 20% 25% Четверть Стаков Шарте Вероятнее Всего Что Если Будет Хотя Бо Небольшая Неплохая Новость То Он Отсюда Стрельнет До 30 Там 10 Баксов За Пару Дней Посмотрите Сеп Ср Пти Да Тот Ж 25 Пойнтов Выстрел За Один День Сейчас Покажу Вам Покажу На Дейли На Дейли Даже На 4 Часа Покажу Вам Посмотрите Это Было Внутри Дня 22 Пойнта Это Просто Небольшая Новость 33% В шарте Были Здесь Все Крылись Просто Все Шарты Схлопнулись Покупками Все Покрыли В минус 22 Пойнта Так Прошел На 100 Шерс Это 2200 Долларов Профита То Самое Бусь 3DD Кирилл Абсолютно Прав 25% 3DD В шарте Посмотрите Как Стак Смотрится Я думаю Что Стопы По Шартам Сосредоточены Чуть Выше 20 21 Как Только Стак Сюда Подойдет Если Это Будет На Примаркете Это Будет Просто Взрыв Наверх Просто Всех Покроет Ок У нас Открылся Рынок Давайте Возрадуемся Так Что Мы Хотели Посмотреть Давайте Посмотрим Во-первых Моях Быстренько Просто Быстренько Ну Да Это Мув Круть На Средний Срок Вообще Круто Можно Брать Дальше HW 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 HC Да Смит Ведасон HC Смит Ведасон Меня Пугает Немножко Своими Покупками Ну Окей Пока Нормально Открылся Не Очень Высоко Потом Да Была Защита Видимо Будет Сейчас Защита Позиции По NUGT Можно Взять Еще Давайте Попробуем Золотые ETF Немножко Возьмем По 0.5 Возьмем Даже Наверное Штук 300 Бай Я думаю Дадут У нас Средняя Цена Будет Не Очень Высоко У нас Сейчас 17.91 Нормально Так С HW HC Выше 26.15 Я буду Наверное Секрыть Его NFLX Тоже Не Очень Хорошо Выглядит Но Посмотрим Еще Nike Мы хотели Брать Nike Отличный Разворот Более Того Здесь Можно Брать 100 Будет 150 Я Возьму Маркет Сразу Что Плюс Выставлю Около 53 25 Где Немножь Еще Около 200 53 20 20 Будет Нормально Посмотрим Так Дальше Что У нас Еще IDT Давайте Смотреть IDT Но Я Не Верю В Пробои Сейчас Как Бы Так Тем Более Для Меня Это Наверное Все Накровать Я Буду Брать Я Взял На Средний Срок Но Опять Подождите Немножечко Чуть Чуть Буквально Давайте Посмотрим Как Рынок Открылся Так Рынок Открылся Практически Невайн С вчерашним Закрытием Давайте Ловить Какие-то Ланги От 215 70 Я Думаю Что Там Где-то Все Будет Окей Что У нас Еще Есть Так НКЕ Нормально 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 NFLX 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 Давайте Поставим Netflix Посмотрим Да Плохо NFLX Я крою К сожалению Меня не устраивают Эти цены Шорты Это Это минус Но Ничего страшного Как бы Такое тоже бывает Окей Хорошо NUGT Я выставил 3DD Сегодня Брать не буду Мой Скорее Daily Надо будет Брать его Обязательно Я Постараюсь Дождаться Вот этого Момента И вот Где-то Вот здесь Я думаю Напишу Про него И обязательно Возьму Так M.U.R. Не буду Смотреть Пока Кайт Кайт Надо Обязательно Выставиться В шорты По Я думаю Что 56 92 56 90 Пускай Будет Шорт Дальше Собственно Вот 57 Я очень Надеюсь Нам Нальют Так Блюя К тому же Принципу Надо Пробовать Его Выставить Где-нибудь Очень Очень Тонкий Стак Очень Большой Спред Я не могу В него Заходить Вам 30 Сэл Собственно Ну Как бы Достаточно Большие Стопы Больше Пойнта 30 Шерс Я поставлю Я надеюсь Что мне дадут Но Просто Посмотреть Аккор Сегодня По-моему Сергей Писал Про Аккор Аккор Да Смотрится Плохо На него Давит Гэп Ну Скорее Шор Давайте Попробуем Шортануть Тоже Как-то Но Единственное Ну Хотя В принципе Стоп Маленький Большой Спред Конечно Давайте Давайте Прямо Маркетом Закинем По 44 Так С другого Счета Сделаем Это Давайте Попробуем Закинем 100 Шерс Маркетом И Выставив Себя По 21 80 Еще Сотинку 21 80 Так Сау Есть Хорошо Аере Шорты Но Пока Великоват Спред Тоже 50 Центов Я Не буду Сбрать Ася Я Не буду Пока Ничего С ним Делать Кто хочет Я считаю Что это Скорее Шорт Окей Окей Целса Это Просто Я Показывал Да Отличный 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 Стак Майнеры Только не Гоу Попал Бруду Бруду Они Копают Если Не Шибаешь Не Знаю Окей Посмотрим Что у Нас Происходит Так Здесь Еще У Нас HW HC 800 Шорты С Что Что Ты Со Мно Делаешь Ну В Принципе Нормально Хорошо Погнали Так Что Мы Сегодня Взяли Мы Сегодня Взяли Вот Нам Дали По 19.05 Ну Давайте Поспорим Вот Золотая Тевка Быстро Ходит Как я И говорил Вероятнее Всего Это Будет Защита Позиции От 19 Баксов Где То Здесь Мы Взяли По 19.05 Нам Налили Еще Один Лот Или Два Лота Один По Нет Два Сейчас Три Вообще Я взял Отлично 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 Просто 25 Нормально Так Что Еще У Нас Есть Сегодня Блю Есть Шорты 30 Шерст Нам Налили Ну Окей Просто Посмотрим За ним CRM В Лонгах Давайте Посмотрим Что с CRM Я думаю Что у Катера Будет Примерно Та же История CRM Продолжение Со вторника Еще Если Не Ошибаюсь У Нас Мы Решили Что Отсюда Будут Покупки Ну И В В Судя По Всему Мы Были Кстати Если Я Все Помню Стрижов Вы Брали CRM От 70 29 Я Прав У Вас Есть Эта Позиция До Стрижов CRM Держите Еще Хорошо Посмотрите Держите ХКСКХ Вы Тоже Говорили Что Он У Вас В Лонгах Так Мур Мюар Нефтянка Ну Если Вы Настаиваете Только Я Я Не Готов Делать Свои Предположения Какие Ну Хорошо Ок Замечательно Лучше Расскажите Чем Золотом Делать Так Ну Я Думаю Что У 30 Как То Надо Мюар И Кры Наверное Частично И Потом Попробовать Еще Ниже Докупить Хотя Я Не Знаю Я Не Буду Этого Делать Потому Что Я Не Владею Всей Информацией Так Что У Нас Происходит Здесь HW Так Что У Нас Мы Закрыли NFLX Слава Не Передерживайте Если Чувствуйте Что 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 Пошло Не По Ваш Ну Как Б Укрывайте И Все Ничего Страшного Там Нет Так Nike NKE Хорошо Нам Еще Дадут Blue Нормально CRM А Нам Вот Что Не Дали Нам Еще Не Дали Нам Еще Не Дали Кайт Так Одну Секунду Так Давайте Дай Вот Здесь Так Nike Понятно Кайт Давайте Кайт Разберем Фарму Нет Нам Не Дали К сожалению По 57 Сейчас Он Уже По 56 Собственно Говоря Ликвидность Там Не Нашел Никто Давайте Возьмем Я Не Знаю Я Даже Готов Взять Чуть Так Давайте Полтинничек Просто Чтобы Удостови Ага Мы В другом Брали Кстати Да Может Там И Дали Нет Ничего Нам Не Дали Давайте По 56 Успеем Полтинник Закинуть Так Одну Секунду Тут У меня Есть WHC Все Перекрывает Ладно Запомнили Тогда Просто Окей Я Перенабрал Немножко Позиции Которые У нас Висят Но Закрывать Я Ну Кайт Окей Берите Шорты Только Аккуратнее И Постарайтесь Сделать Повыше Там В районе 50-70 Там Где я Выставился Так Момо Норм Шорт Был Да Момо Был Очень Неплохой Шорт И До Сих Пор Так Есть Я Думаю Так Ну Смотрите Вот Еще раз Говорю По поводу Допустим IDT Да По поводу Мура Вот смотрите Вот IDT За сегодня Вот вы Хотите Его Смотреть Что Ну Так Николай По-моему Да Если не ошибаюсь Николай Ответьте Вы По поводу Дойти Сказали Что будете Смотреть IDT Признавайтесь Или Я Запамятовал Или Как-то Перепутал Что-то У нас Где есть И давай Чего Попробуем Сейчас Очень Много Можем Ладно Продевать Нет Мы Не Планировали Посмотреть Да 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 Ну Вот Смотрите Да Вот IDT Он То Что мы Себирали Я говорю Меня Что-то Смущает Посмотрите Вот Красота Какая Вот Даже Интродей Там Забрать Вот Эти Вот Даже Вот Это Большой Заработок Даже Вот Это Движение Давайте Смотреть Золотишко Так Момо Глинок Давайте Глянем Момо Я К чему Да По поводу Вспомнил Про IDT Ох 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 Неплохо Вот Отсюда Быть Шартануть Конечно Его Давайте Закроем Что-нибудь Шартанем Чуть Чуть Чего-нибудь Быть Закрыть Что-то Я перенабрал Конечно Хотя Я думаю Так Актив Ордер Скайта Найк Давайте Кайта Берем По нему Маленький Наверное Плечо Мы даем Давайте Момо Шартанем Мне Прям нравится Так 20 И спред Маленький Вообще Замечательно 200 Момо Шартанем Посмотрим Что будет Неплохо Неплохо Нам изглит Кирилл Да Окей NUGT Смотрите Как раз Таки Америка Американская Фонда Позволяет Делать Деньги Позволяет Делать Деньги Достаточно Технично Я не Говорю Про Технику В плане Мувингов Осцилляторов Или Драконов Бабочек И Слонников Я говорю О здравом Смысли Моделях Которые Работают На Примере Моих То Что Я Рассматривал Да Вот Эта Модель Для Нынешнего Рынка Она Рабочая Она Рабочая Как и На Дейлике Так и На Часовике И Даже Вот Посмотрите Здесь Она Рабочая И на Интродей Попробуйте Попробуйте Ну Я Не Адитирую Вас Я Просто Говорю О том Что Аккуратненько Начните Потихонечку Входить В рынок Возьмите Позиции Поменьше Ну Последите За тем Что вы За первый Месяц Потом За второй Потом За третий Как только Вы будете Делать 10-15-20% К депозиту За месяц Ну Это будет Круто Так Мур Возьму 29 Да ОСН Еще Можно Да У нас Есть клиент Денег делает Немерено Никто Может Кто-нибудь Из вас Да На реале Вот в этом Стаке Вот в этом Стаке Он делает Безумное Количество Денег Он выбрал По-моему Вот здесь Вот А не Он брал Вот как-то Вот здесь Вот Сделает Денег Здесь Делает Денег Прям Прям Молодец Стак Интересный Опять же Ну Все то же Самое Про торговка Какой-то Ну Я бы Я бы подождал Может быть Еще Трех И взял Еще Но Вот он Отсюда Брал Я считаю Неплохо Торгует Индродей Да Побольше Бы таких Да Потому что На самом деле Очень хочется Услышать истории Про то Как люди Начинают Зарабатывать Деньги В рынке Потому что История Про то Как они Бабушек В дурку Сдают И продают Квартиры Ну Я против Я Прям Сече Не желаю Видеть Даже У себя На Вебинарах Таких Людей Я Все таки Очень хочу Чтобы вы Осознанно Подходили К тому Что делаете Прям Очень хочу Будьте Аккуратными Потому что Плохих Примеров Много Хороших Вот Типа Как вот Наш клиент СОСН ООСН Их не очень Много Будьте Аккуратными И торгуйте То что Понимаете Тем более Ну Есть какие-то Вещи Которые Можно Посмотреть Окей Ну Нормально Ну Пошел Мы делаем 54 цента Даже Вот на Сегодняшнюю Позицию Наверное Это прям Такой Очень неплохой Вариант Блюя Пошел Да Смотрите Мы взяли 30 Шерст Значит Он прошел Порядка 40 Коцентов Ну Не так Много Кстати Еще Надо Кайт Посмотреть Но Кайт К сожалению Нам не дали Кайт Опять же Будет он Искать Ниже Даже Пойнты На 2 Но Я не люблю Пониз Убрать Честно Так CRM Давайте Посмотрим CRM CRM Что у нас Происходит С CRM Ну CRM Все нормально Подоткатить Можно Еще Будет Взять Так Катер У нас Был Сегодня Да Ну Та же История Ох 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 Еще Два Поинта У Катепилера А у Него Скоро Отчет Если Не Ошибаюсь Давайте Посмотрим Когда У Катера Отчет На Следующей Неделе Или Через Неделю Следующий Отчет Посмотрим Сейчас Секунду Октябрь 25 Не Почти Через Месяц Катер Великолепен Ну Что Я могу Спускать Ланги 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 По рынку Это здорово Самое лучшее время Для того Что Входить В рынок Но Будьте Аккуратны Потом О Момо Дает Денег 16 Сентов Неплохо Так Что Что У нас Еще Было Кто Дописал Золото В моменте Шортить Да Не буду Шортить Золото Так Момо Тем более Я Я же говорю Я золото Не торгую Золото Для меня Дороговато Джеруди Посмотрите Что У меня У меня Есть Золото Есть Только Бумага Которая Стоит 125 95 Которая Ходит Там Дай бог Полпойнта В день Зачем Мне Золото Шортить Если Я могу Взять В 10 Раз Дешевле Бумагу Голд Майнеров Которые Ходят Попроще Полегче И Проходят Гораздо Больше Но Для меня Это Техничнее Ну Как бы Так А Шортить Здесь Ну Может Быть Но Я Просто Хочу Поднабрать Позицию Хорошую И Выйти По NUGT К 35 Собственно Вот Сюда Я Хочу И Это Продолжу Делать Я Думаю Но Если Не Получится То Хотя Бо Эти Деньги Заработаю Тоже Неплохо Окей Понятно У вас Какая-то Еще Бумага Была Интересная Сегодня Блюя Так Ну Шейка Это Окей Подготовьте Свои Вопросы Напишите В чат По Бумагам Конкретно Я Оставлю Вас Буквально На Одну Две Минуты И Вернуть Продолжение следует Продолжение следует... 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 Окей, хорошо. А меня вообще слышно? Стукните в чат, пожалуйста, кто-нибудь. Так. Да, Виктор, вы, наверное, слышите. Благодарю вас. То, что я читаю. Окей, что у нас еще? У нас есть Nike, который, ну, хотя нормально, 0.4, 30 центов, вполне. Есть золото, 50 центов отошло, хорошо. Есть не очень хорошая позиция по HWC. Есть хороший МОМА, неплохой, 25 центов мы делаем. Хорошо. Даже Блюид что-то есть. Я считаю, неплохой день сегодня. Так, мы сегодня не пропустили. Сейчас в 10 утра будет pending home sales. Давайте посмотрим на ленту KBH. Что с ними будет сейчас? Это очень интересно. Так, ленту KBH. ТВЛ уже подстрельнул. Причем ТВЛ встал у нас... Ох, великолепно, просто великолепно. Опять же, рейндж вышел. Давайте возьмем по 100 шерст каждого перед новостью. Посмотрим, что будет. Так, хватило на ТВЛ. Замечательно. Что у нас с Леном? Лен хуже, да, на часовике, на дейлике. Что у нас с Леном? Нормально. Берем Лен. Не так хорошо, как ТВЛ, но все же. Давайте возьмем. Бай и KBH. Дейлик, пятерка. Смотрим пятерку. KBH тоже берем. KBH берем 50, он сложный. Окей. Смотрим, что будет происходить. Как все будет идти. Набрали мы с вами немало. К сожалению, конечно, с NFLX я был неправ. Но ничего страшного. Зато среди сроков у нас в ланге. Это меня радует. Так, KMai понятно. НКМ. У кого еще есть бумаги, которые я бы хотел посмотреть? Так, НКИ отошел. Ну, нормально. Вполне себе. Так. Ага, ага, ага. Евгений, так все. Окей. Так. У кого какие идеи-то еще есть? Так, у нас вышли... А, две минуты до выхода новости по хоумбилдерам. Мы заряжены. Так, куда мы будем смотреть? Два поинта по Толу. Блин, можно держать будет, если он пойдет. КБХ, четыре часа. Смотрим. Так, КБХ. Вообще, очень интересный уровень. Ну, поинт. Полтора, два. Ну, посмотрим. Окей. Минута до новостей по хоумбилдерам. Ну, правда, пендинг хоумсейлс не так насильно на них отразится. Это больно место хорошее. Окей. Так, у нас встало золото на месте, значит, да. Отлично отошел в HWHC. HWHC. Меня это радует. Так, золото встало. Это очень хорошо. Объем чуть подупали. Посмотрим. Так. CRM. Так, у нас найк против рынка пошел. Смотрите-ка. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, CRM. Я хотел его подобрать. Может, если получится. CRM. Так. Вопросов больше нет, что ли, как я понимаю? Никаких? Может, стаки какие-нибудь? Нет? Так, вышли новости по хоумбилдерам. Смотрим реакцию. Либо закрываемся, либо докупаемся. Так, реакция первичная не очень хорошая. Смотрим. Лен. Пятерка. Но есть какие-то объемы. Может, даже покупки какие-то. ТОЛ. Пятерка. Вот. Не больше 10 центов дадим ему. Лен. Кибей. Так. Нормально. Может, не сразу просто отработают. Ну, окей. Раз мы новость торгуем, давайте выставим стопы здесь. Чтобы лишнего не отдать. 29. 49. Так. Такие, чтобы... Мало ли что. Так. 42. 79. И... 16. 29. Окей. Все. Про них забыли пока. Так. Момо нормально. Нормально. Аммм... Из-за того, что все великолепно. Ну, кто Найк. Найк плохо. Плю я нормально. Серое. Так. Найк, что с тобой вообще? Где объемы? Объемов нет. Так. А у нас тут сегодня набралась такой неплохой клуб по интересам. У нас сегодня только те, кто уже не первый и не второй раз на вебинарах. Давайте поговорим о вашем опыте торговли. Ну, как я понимаю, тут многие пришли с Форекса. Я правильно? Напишите в плюсик в чат поставьте. И против плюсика сколько лет вы торгуете? И своими результатами плюс или минус? Напишите просто. Ну, если вы в плюсе, да, на Форексе за какое-то количество времени, напишите плюс потом. Если минус, после сколько лет на рынке, пишите минус. Так, Момо 30 центов дает. Все так же. Так. Так, Кирилл. 1 к 20 идет. Да, 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 кстати. Мы на ночь режем с интродэй плеч до 1 к 4 все плечи. То есть я вот сейчас набрал позиции, к вечеру обычно я часть на этом аккаунте режу. Просто здесь на самом деле больше показать, что мы там, чтобы с прошлого вебинара что-то пришло. Так, у нас ничего не происходит с фонбилдерами. Уже как бы, вот третий раз мы отрагаем их фонбилдерами, ничего они не делают. Бред. Окей. Да. И мы снижаем плечо до обычных плеч на средний срок по рынку. Это 1 к 4. Это и вам поможет сохранить свой депозит даже в случае больших сквизов. А также нам поможет, скажем так, избежать ненужных рисков, да. Окей. А, вот, вот в чем, вот что произошло. Я, оказывается, не вижу вашего чата. Я после TPX ничего не вижу. Косты как, да. Так, я прошу прощения. Мур, гляньте, саряжен тоже. Да, давайте Мур смотреть. Я прошу прощения. У меня, так, мюар. Да. Мне вообще пусть пивотаж прет. Вы будете смотреть. Да буду смотреть. Великолепно, Мур. Просто великолепно. Сидите. Так. 8 плюс. Сергей, это очень круто. Стрижов плюс. Так. Николай не зелёный. З тот. Так, З. Я, так, я, Е. Ещё. Не. Т. Так, я, так, Николай, мне очень сложно расшифровать. Я ещё не что-то. Окей. Сколько до следующего сплита? УВХ, давай ещё посмотрим. Да, УВХ. Так. УВГ. А, то есть, Стрижов. Да, очень круто. Да. Мюар, вы прям... Вы даже мой герой. Просто. С мюар. Я считаю, что это действительно высший пивотаж. Единственное, что докупаетесь, чё? Есть места, докупаетесь. Так. Но, честно говоря, ещё больше, чем вы мой герой, я сам свой герой. Посмотрите рядышком на NUGT. Ну, по-моему, это круто. Нет? Вы не ушли с форекса. Ну, Николай, если вы понимаете рынок, то и уходить... А, вы не ушёл с форекса. А, вы просто пришли на фонду. Интересно. Ну, просто, ну, как бы, в основном, мы не давали же рекламу нашего сервиса. И, ну, по большому счёту, у нас сейчас только в основном наши клиенты, да, которые приходят на эти вебинары. И здорово, что вы пришли к нам именно на фонду. Это очень интересное место. У нас, на самом деле, очень хороший продукт, особенно для тех, кто начинает. Я постараюсь даже со своими вебинарами сделать всё, чтобы вам было интересно. Окей. И вы максимально быстро включились в торговлю. Окей, блюя. Нормально, CRM. Ну, встал. Найк нормально. Очень неплохо у нас показывает NUGT. Наконец-то пошёл в плюс у нас Smith & Wesson Corporation. Момо замечательно. 30 центов всё так же. Так. Хоумбилдер у нас, как всегда. Так. Так. Мюэр ставлю БУ. Держу до ночи. Ну, да, чё, без убыток. А надо ли это? Я вот, честно, я не верю в безубыток. Да, ловите. Более того, ну, я думаю, что где-то вот у 28, может, можно было бы и как-то подзакупить. Ещё, если будет. Ну, опять же, смотрите, это нефтянка, да. Ну, мне интересно. Пишите, на самом деле, по нефтянке. Я буду смотреть за тем, как вы торгуете. Может быть, даже сам как-то подключусь к этому моменту. Но, опять же, это не совсем сейчас мой вариант. Я вот пытаюсь до конца разобраться с сектором утилиты. Кстати, давайте посмотрим, что там с ними. Так, это Байн Хоут у нас. Где у нас утилиты? Что они сегодня? Денег делают, дают. Вот, посмотрите, кстати, вот утилиты. Ещё можно брать шорты. Они примерно в нуле у меня. Там немножко дают, там плюс 2% рои. У меня очень интересный шорт по утилитам. Я думаю, что он сработает. Так, что у нас по главной стратегии там? Сделать и показывать в чате нельзя. Ну, ничего страшного. Можете дать свой аккаунт. Ну, по такой фамилии зарегистрировались. Я посмотрю, мне прям очень интересно. Так, но это, опять же, на ваше усмотрение. Так, что я хотел? Я хотел вас найти. Напишите ещё раз ник ваш. Авторы. Так, секундочку. Сантьяго. Вот, это вы. Всё, я понял. Фоллоу. Я вас зафоллоу. Я подписан на ваши идеи. Стрижов. Будет круто. Я посмотрю за вашей нефтянкой. Создайте, на самом деле, стратегию по нефтянке. Я её прокомментирую. Может, даже подключусь. Прямо будет круто. Я сам люблю учиться. Тем более у людей, которые что-то понимают. Окей, хорошо. Так, что я вижу? Я вижу, на них нигде. Хомбилдеры опять. Ну, видимо, рановато всё это было. Да, мы покрылись где-то. Где-то не покрылись. Ну, окей, кроемся. Немножко потеряли. Ничего страшного. Могла новость отработать. Могли сделать денег. Но не вышло. Так, на форуме тут свои вопросы. Да. На форуме пишите свои вопросы. Давайте ответим. Разбор сделок там по рынку в целом, по платформе. Всё, что угодно. Окей, получили мы сегодня немножко минуса. Ну, ничего страшного. В целом, всё пока неплохо. Да. Мюар, конечно, красавец. Надо посмотреть, что с KMI может. Так, а что со спайдером? Вот, что меня интересует. Спивай. Ну, неплохо. Очень неплохо. Хорошо. Так. Вот, что надо посмотреть. Надо посмотреть. XOP. Это ETF-ка на газоэл. То есть, на переработку и добычу. Нет, на разведку и добычу, по-моему. Так. Второй день в плюсе. Не знаю, по поводу Мюар. Честно вам скажу. Половина закрыл. Да, наверное, правильно. Я смотрю на ETF-ку и вижу, что... Скорее надо немножко покрыть. Подкупить бы пониже его еще. Прямо было бы вообще замечательно. Так, Мюар. Да, нормально. Отличный трейд. Просто отличный. Так, Блюя. Смотрите, сколько нам Блюя дает. Очень плохо, что мы его так мало взяли. Биотехи, биотехи. Такой рисич пропадает. Вот. Мы его взяли вот здесь вот. Маркетом. 30 shares. Там что-то... Какое-то количество поинтов уже даже. Там поинт. Полтора поинта мы делаем в Блюя. Давайте посмотрим кайт, который мне не дали. По какой-то причине. Да, кайт, кстати, вот сейчас можно попробовать шептануть. По нему, видимо, плечо маленькое. Давайте тоже трешку шептанем. 30 shares. Нет, очень маленькое плечо по нему у нас. Потому что объем очень маленький. Ну, 10 shares. Давайте просто посмотрим. Окей. Так, CRM. Рядышком есть. 7 UR. А, UVXY. Да. Посмотрите UVXY. Очень интересная ETF. Если мы посмотрим Делик. Это индекс... Грубо говоря, это ETF-ка на индекс волатильности. И когда рынок постепенно обтрендуется, UVXY очень медленно падает. Медленно, с понятными стопами, без больших гэпов. То есть, сидеть в ланге и против себя держать какое-то количество центов, да, можно без проблем. Но, как только рынок обваливается, в этот момент UVXY делает следующим образом. Вот последний, это был, по-моему, Brexit как раз. Вот здесь вот произошел сплит, да. То есть, на самом деле, вот это движение гораздо больше. То есть, стак сплит... Ой, его сплитанули, когда он стоил 10 баксов. Ой, 7.30, 7.50. Его сплитанули до 30, и он снова начал валиться. Собственно, сейчас надо ждать какого-то отката на рынке и брать в ланге UVXY, на мой взгляд. Я в нем сидел в шорте с 24. Ну, вот как-то покрыли мы его здесь где-то. По-моему, с вами даже на вебинаре. Буду завтра, наверное, в лангать UVXY. Посмотрим, что по рынку, что по новостям, но как-то можно. Так, M.U.R. Где вы там закрылись? Давайте посмотрим. А что закрываться-то? Докупаться надо. Ну, единственное, что там, конечно, по ETF-ке такой провал. Но все же. Так. Момо дает денег. Все тех же. Так, у меня что-то не закрыто. А, кайт есть. Окей. N.U.G.T. Замечательно. Nike очень плохо. Да. N.K.E. не хочет отходить, видимо. Сетя отчетик-то не очень был. Ну, окей, че. Такое бывает. Еще что-то закупить. Не, не буду. Не буду ничего с ним делать. Посмотрю. Вялое он, конечно, да. Но объемы есть. Ну, вы сегодня вообще в ударе. Ну, я Nike подкуплю еще. Я думаю, что посмотрю, что там с ним в середине дня будет и подкуплю. В принципе, ничего страшного. Так. Блюя, блюя, великолепен на 30 шанс. Очень плохо. Так. Что у нас с моих? Моих нормально. Будем брать на днях. Ну, окей. На самом деле, 10-15 по Нью-Йорку. Есть какие-нибудь вопросы? Давайте еще там 5 минут я уделю и уже мы, наверное, сегодня закончим эту историю. Господа, ваши вопросы, предложения. Так, кто-то пишет, но я ничего не вижу. Так, когда закрываешь позицию писать в чате? Зачем? Поймите правильно, Стрижов. Это не трейдинг-фло, когда вы платите мне деньги, и я наблюдаю за тем, как вы... Ну, если хотите похвалиться, конечно, пишите. Ну, как бы... Ну, это сугубо личное дело. Я ни в коем случае вас не провоцрую. Я просто на отборе показываю, как я отбираю, а внутри дня я показываю, как я торгую. Как бы... На этом все заканчивается. Если есть вопросы, я чисто по-человечески отвечаю вам на них. Да, как есть. И все. А так, пишите, конечно, если хотите. Ну, хотите, не пишите. Ну, это ваше дело. Хотите, вообще не торгуйте. Ну, как-то так. Можете даже неправду написать в чат. Там просто прогнозы так. Я не понимаю. Там просто прогнозы так. Ну, давайте, ванны, если серьезно. Если что, мы так пошли. Давайте порисуем ванны. Начнем с Дереком. Я такой ленивый. Вы меня заставляете делать то, что я прямо очень не хотел делать. Более того, без знаний всех новостей, всех пониманий. Да, они не договорились о 15% уменьшении. Ну и что? С чего вдруг покупки? Непонятно, я не знаю. Вот знаете фундаментал по нефти? Получается, в чате фантазеров полно. Ну и что? Стриджов, на самом деле, я могу сказать, вы не так давно с нами. Там второй день. И как бы прям, ну, у нас на самом деле люди, которые прям, не то что трейдуют, они прям знакомятся с рынком. И те люди, которые сейчас в этом чате, вы можете говорить все, что хотите. Задавать вопросы. И у меня нету, как сказать, нету никаких оснований кому-то из вас не верить. Потому что вам фантазировать для меня, ну, это не нужно. Хотя бы потому, что мне от этого не холодно, не жарко. Вам самим от этого не холодно, не жарко. Если вы скажете мне сейчас, что в МЮАР сделали 25 миллионов долларов, я даже склонен буду поверить вам. Потому что, ну, я в принципе людям верю. Поэтому, ну, удивление, ну-ка. Ой, прошу прощения, Стриджов, я. Потому что, как сказать, делать что хотите. Просто не забивайте форум, как бы, ну, лишними эмоциями. Ну, ой, не форум, а этот чат лишними. Показывайте, как писать. Показывать что? Как писать что показывать? Идеи? Ну, вы столь эмоционален. Как вы трейдаете? Мне вот интересно. Давайте лучше с вами МУР разберем. И я покажу. Окей, я подлю наш сегодняшний вебинар немножко. МОМО в огне. Замечательно. Кирилл, МОМО это прям, это прям отлично. Давайте, Аля, давайте МУР разберем. Я сейчас, наверное, делаю то, что обычно не делаю. Обычно я начинаю с фундаментала, заканчиваю каким-то таким вот разбором. Ну, вот что я вижу, да? Даже, наверное, вот так вот. Вот так вот. Нет. Не отсюда. Вот так вот я вижу. Вот то, что мне подсказывает, да? Как-то вот. Я не уверен, что это будет вот отсюда. Ну, это мое мнение. Я ни в коем случае не пропагандирую ничего. Тем более, я не знаю фундаментала полного по нефтянке. Что вы сами думаете, Стрижов? В чат не как. Норм? Хорошо. На самом деле, вот, вот, серьезно. Пишите на форуме или вот на крайний случай... На крайний случай вот это... Блин, неправильно написал. Это скайп. Но я вас с какими-то вопросами все равно в форум перенаправлю. Либо даже, может быть, Коперну с вашего разрешения, что какие-то вопросы с скайпа на форум. Потому что я все-таки хочу, чтобы на форуме со мной общались. Если хотите что-то отправить, отправляйте. С удовольствием почитаю и с удовольствием побеседую с вами. Мне самому интересно. Ну, не знаю, мне кажется, что здесь открыться, но это мое мнение. Да. Вот так. Окей, хорошо. Давайте посмотрим... Ох, вот это очень плохо. Вот это вот я вот... Был неаккуратен с найком, конечно. В своих размышлениях немножечко. Но хотя... 52 минут, не стоп. Ладно, буду сегодня с этой позиции работать. Может быть, выправлю ее. Окей. Что у нас еще было? Момо. Момо великолепен. Че? Я думаю, что это будет еще интересней. Супер вообще. Просто супер. Так. Кайт. Хорошо. Там спред большой. Значит, мы даже денег делаем. Момо деньги. Я забоюсь, что наконец-то хоть что-то пошло. NGT. Хорошо. CRM. Великолепно. Блё. Отлично. Хорошо. Так, что у нас еще? Да, у нас уже начали расходиться наши слушатели. Я благодарю тебя, Кирилл, за помощь. И благодарю Николай Сергей Стрижов. Я вас благодарю за данный вебинар. Мне надо дальше работать. Вам желаю удачи. Жду вас на следующей неделе, во вторник. Пишите, пишите, пишите. Пишите на форум. Пишите. На крайний случай пишите там. Скайп. Я просто могу не ответить на самом деле. Потому что скайп, в отличие от работы, от форума и лично, я могу и послать. Честно говоря. Ну, опять же. Опять же. Отлично. Да, вам спасибо. Благодарю вас. Я завершаю вебинар. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...